Доброе утро, уважаемые трейдеры! Закрытие этой недели у нас обещает быть не менее интересным по движениям. Прежде всего, друзья, сегодня нужно будет обратить внимание на канадца, хотя канадец у нас относится к категории тех активов, которые и так очень хорошо двигаются. В рамках недели у нас было заседание Банка Канады, мы сегодня еще раз о нем поговорим. У нас мощное движение по нефти, разумеется, будучи сырьевым инструментом, канадская валюта реагирует и на то, что происходит на нефтянке. Но сегодняшняя статистика по граничным продажам и инфляции, она также имеет очень большое значение, потому что, напоминаю, именно по этим отчетам мы с вами пытаемся понять, есть ли объективные основания для изменения денежно-кредитной политики. А именно денежно-кредитная политика и то, что происходит с процентными ставками, формирует долгосрочные тренды для инструментов. Вот на эти долгосрочные тренды мы с вами и охотимся, каждый день проводя анализ, стараясь не упустить ничего, собственно, интересного. Ну и замыкать день будет классический для пятницы отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов США. Это статистика нефтесервисной компании, статистика, которая, по идее, должна была бы не просто цифрами радовать трейдеров, делающих ставку на снижение нефти, но и приводить к ослаблению нефтянки. Но пока что у нас цены держатся на многолетних максимумах, и мы знаем, с чем это связано. Это геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая не отпускает, хотя уже в меньшей степени сейчас подогревает котировки, как это было, к примеру, неделю назад. Почему? Да потому что сам геополитический фон уже оснизился. Мы не обсуждаем так активно очередной виток эскалации, напряженности. Мы, получилось так, нам удалось не наблюдать в рамках этой недели новых твитов Трампа с обещаниями о том, что удар будет нанесен очередной факторе и так далее. Но все-таки хочу напомнить, друзья, что сегодня пятница, и не то чтобы у нас уже тенденция, но есть определенные нездоровые ожидания. Потому что в минувшую пятницу и в пятницу две недели назад под закрытие дня и, соответственно, всей недели Трампа будоражил рынки. Если две недели назад, вы помните, решением расширить количество товаров, в отношении которых действуют импортные пошлини, неделю назад это решение Трампа нанести ракетный удар по Осирии. Сегодня у нас снова пятница. И если действительно это неспроста, то есть под закрытие недели рабочий Трампа снова предпочтет удивить общественность, хотя, наверное, уже и не удивит, все ожидают что угодно от Трампа. Это станет еще одной причиной, в результате которой мы с напряжением закроем день и с таким же напряжением будем готовиться к открытию в следующей неделе. По нефтянке 72,97 на снижение с максимумов. Сейчас вижу очень много комментариев, очень много постов, очень много статей, ссылки на тех, анализ, что котировки уперлись в какой-то психологический барьер. Ну, сомнительная, конечно же, аргументация, что уперлись в барьер. Я думаю, что на фоне того ралли, который мы видели, в принципе, барьеров нет в нефтянке. И сколько это ралли будет длиться, зависит от того, насколько будет вот это фундаментальное топливо, которое предполагает потенциальный перебой поставок на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Осирии. Я уже отметил, друзья, то, что пока что спокойно все с этим фоном и надеялся то, что трейдеры смогут переключить свое внимание на реальный сектор и статистику. Вот это, в принципе, так и произошло. Но эта статистика оказалась на руку покупателям, потому что еще в среду мы с вами анализировали данные по запасам. Нефть из США запасы снизилась, причины мы тоже объясняли, сейчас обстояться не буду. И еще один фактор поддержки для котировок нефти, который мы разбирали, собственно, еще день назад, это комментарии представителей ОПЕК о том, что они планируют достичь более высоких цен на нефть. Мы эти комментарии сразу же увязали Саупской Аравии, эти немыслимые уровни, 80, ну 80, ладно, не такой уж и немыслимый рубеж, 100 долларов за баррель в преддверии ОПЕО Сауди Арамка. Здесь более-менее логика, конечно же, возобладает. Но не хочу, чтобы трейдеры вот клевали на вот эту удочку и делали то, что хочет Ближний Восток. Не весь, я отмечаю, это только отдельные государства, потому что 80% участников энергетического пакта сейчас плачут от этой сделки, из-за нее они страдают, из-за нее они недополучают много денег и так далее. И из-за этой сделки они теряют долю на руки, которую спокойно продолжает забирать американское производство, американские сланцевые производители, потому что вы видите все. Они увеличивают добычу и увеличивают почему-то, потому что знают, что на те новые, вновь увеличенные объемы экспорта будут покупатели. И знают, что если они еще задействуют, ведут эксплуатацию новой производственной мощности, и на эту нет, тоже найдутся покупатели. Сегодня, друзья, своего рода такой момент икса для нефтянки, потому что сегодня состоится заседание мониторингового комитета, стран ОПЕК будут обсуждать сделку, будут обсуждать то, насколько они молодцы, что придерживаются обязательств по снижению добычи. Но важный момент, будет ли поднят вопрос о досрочном выходе из этой сделки. Я думаю, что не обойдется без сюрпризов, друзья. Два, по сути, расклада исхода сегодняшнего важного события. Страны не просто поют дифирамбы этому энергетическому пакту, но и выражают всеобщую солидарность и готовность дальше действовать в таких договоренностях. И котировки тогда какое-то время будут еще расти. Но лично я, опять же, субъективно, может быть, со своей колокольни рассуждаю, считаю, что сейчас страны ОПЕК, которые находятся в уязвимом положении, им все-таки нужно уже подавать голос. Потому что если они сейчас предпочтут отсидеться, в конечном счете будет уже поздно в плане того, что котировки улетят выше 80 долларов за баррель. И пройдет очень много времени, прежде чем они снова откатятся до тех уровней, которые будут невыгодны американским производителям. А за этот период текет очень много воды, и Штаты не просто станут ключевым нефтедобывающим регионом, они еще и станут потенциально ключевым экспортером нефти. Поэтому, друзья, рисков здесь очень много. Я надеюсь, что сегодня эти регионы попадут в голос, и мы будем работать с позицией того, что нужно уже задумываться о, если уж не о выходе из аналитического факта, то, по крайней мере, нужно ставить разговор о том, что сделка будет продлена, потому что рынок еще у нас в приключенных ожиданиях растет. Либо даже дать сигнал о том, что можно уже не на 100% соблюдать эти обязательства. Но дальше мы сами сделаем выводы о том, что будет с рынком нефти. Я надеюсь, что все же мы развернемся. К тому же, друзья, посмотрите на дневки. Вчера действительно была оформлена потенциально интересная и перспективная свеча для разворота. Но, признаю, такие свечки уже были, и рынок наплевательский. Относился к ним, а продолжал расти, никого коррекции не было. Все-таки я рассчитываю на закрытие результатов перед выходными, рассчитываю на то, что котировки пойдут ниже. Рубль 61 стоил, только нефтянке немного откатиться, рубль тоже начал сдавать позиции. И эта тенденция, эта логика будет выдерживаться, потому что я вот посмотрел на степень корреляции, то, насколько она сейчас начинает преобладать между нефтянкой и рублем. Все встает в нормальные рельсы. И понятное дело, что, ссылаясь на наши мрачные прогнозы того, что будет снефть и рубля, есть потенциал, такой горизонт ослабления, который будет проявлен в ближайшее время. Доллар японская иена радует нас, потому что американец растет. Американец растет почему? Потому что позитив сразу со всех сторон. И с внешней экономики, с вопросом внешней торговли, отношений с Северной Кореей, с США, договоренности США с Японией по новым условиям торгово-партнерских связей, которые позволят немножечко посократить дефицит торгового баланса США. Это для нас почва и возможность рассуждать о том, что Штаты будут такие же проактивны относительно нахождения компромисса. И с другими регионами нас интересует Китай. Пятница завершается, друзья. Я не хочу накаркать, не хочу сказать, что вот так же спокойно мы и закроем неделю с нормальными трендами роста доллара и роста рисковых активов. Но немного не, скажем, не дает мне быть абсолютно уверенным в том, что у нас похожая ситуация была и неделю назад, и две недели назад. Но закрытие пятницы было совершенно неожиданным таким риском новостным, который как ветра дули со стороны вот о США. И есть вероятность того, что и эта неделя будет закрыта в таком же ключе. А что у нас еще из ожиданий? Какой номер может выкинуть Трамп? Ну, например, Трамп может все-таки, точнее даже не Трамп уже, мы слышали его поручение расширить список товаров. Сегодня Министерство финансов может выкатить этот документ, точнее даже торговую палату, и тем самым выполнить поручение Трампа. Я имею в виду документ, в котором будут прописаны новые списки товаров для действия импортных пошлин, и этот список товаров будет охватывать уже доллару эквивалента торговли на 100 миллиардов долларов. Если это случится, ну, друзья, вы сами понимаете, нам нужно будет тут же признать тот факт, что рост доллара вряд ли продолжится так, как мы хотели бы то увидеть, и у трейдеров будет снова причина сделать акцент на покупке защитных инструментов. Но хочу отметить, что сейчас на рынке есть такая мощная подушка безопасности для доллара. Эта подушка безопасности очевидна прям настолько, что трудно было ее не заметить. Такой подушки безопасности не было, скажем, неделю-две назад, и этой подушкой безопасности является доходность американских облигаций, потому что мы снова подобрались по десятилеткам к трем процентам. Это очень много. Я хочу напомнить, друзья, то, что на рынке есть по этим долговым бумагам психологический уровень, такой экстремум, и считается, что как только доходности американских облигаций смогут перевалить через показатели 3%, для доллара начнется новая эра. Это эра исключительного роста, восстановления позиций и возвращения к тренду исключительно обычному, в результате которого та же самая пара доллар-японская иена, на которую мы обычно анализируем, ссылаемся, за которой следим, получат повод в перспективе, опять же, улететь и в район 120 иен против доллара. Да, это очень нескоро, но все же нам нужно хотя бы с чего-то начинать. Пока что у нас неплохое начало, доллар оттолкнулся, доллар работает со всеми вот этими геополитическими рисками и довольно неплохо справляется с ними, потому что, согласитесь, он был напряженный в последнее время, американская валюта устояла и держится выше 107. Доллар у нас постепенно растет, уже несколько десятков пунктов остается от планки сопротивления 108, я уверен, этот уровень тоже совершенно скоро уже падет. И способствовать этому будут и доходности американских облигаций, и статистика, ее очень много, как всегда по штатам, эта статистика нас не разочаровывает, что вчера заявлено по безработице, еще один сигнал сохраняющегося восстановления на рынке труда США. Представители ФРС по-прежнему радуют нас комментариями о том, что ставку нужно повышать. В той, опять же, риторике Джерома Пауэлла, что это самый лучший инструмент и самый лучший способ, который позволит предотвратить перегрев экономики. Американский фондовый рынок. Друзья, вот я общаюсь параллельно со своими коллегами, которые работают в банках, довольно именитых, я думаю, что не имеет это значение называть, что это за банки. Просто я хочу, чтобы вы понимали, каждый банк готовит инвестиционные декларации для своих клиентов, особенно для крупных, где дает конкретные установки на то, что может произойти с индустрией и так дальше. И вот сейчас я, честно говоря, я пока что не видел эти прогнозы, до меня не дошли. Но по разговорам я понял то, что участников рынка начинают готовить уже, точнее, инвесторов, которые интересуются американской фондой, к серьезному развороту, который может случиться в бизнес-циклах. И это разворот, который будет предполагать как раз отход покупок и занятие коротких позиций. То есть для кого-то может показаться, что американский фондовый рынок уже разгрузился, якобы вынес все, кто делал ставку на покупки и сейчас с прежними усилиями набирает обороты. И я всегда говорил то, что американский фондовый рынок – это сейчас пороховая бочка. Она не сняла еще напряженности, кель еще дымится. И, соответственно, при, опять же, каком-то негативе новостном, им могут быть и провальные отчеты компании. Вот сейчас все ссылаются на то, что, получается, прошлый квартал станет лучшим для американского корпоративного сектора за последние 8 лет. Но я хочу отметить, что нужно параллельно думать о рисках. А что, если нет? Что, если те компании, которые будут отчитываться дальше, не оправдают ожидания трейдеров? Что, если результаты будут гораздо хуже? Это спровоцирует уже совершенно другие динамики, совершенно другие тенденции, приведут к ухудшению настроений, и все вспомнят еще проблемы высоких процентных ставок и кризис ликвидности, о которых я вам говорил очень много. Детально разбираю, чем эти кризисы связаны и к чему могут привести. Важно, они могут привести к последствиям, о которых сейчас даже трудно говорить, потому что в таком состоянии американская экономика, по отдельным показателям, я не буду ставить крест на всей американской экономике, нет. В плане позитива и каких-то тенденциях на том же рынке недвижимости, промсекторе, есть свет в конце туннеля. Но есть проблема с госдолгом, с дефицитом бюджета. И эти проблемы нужно, безусловно, решать. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что здесь можно строить такие дуальные инвестиционные идеи, когда вы ставите на снижение американского фондового рынка параллельно на покупку доллара. И я буду, собственно, помогать вам с новостным фоном. Я буду держать вас в курсе того, что сейчас можно торговывать дальше, чтобы вы лучше ориентировались, опять же, в новостной составляющей рынка. Фонд против доллара. Вот Британия с нас разочаровал. Если бы фонд так сильно не просел, у нас была бы очень хорошая неделя, потому что мы практически видели, как неплохо отрабатывались, в небольшой, правда, дистанции, в 5 дней, те рекомендации, которые долгосрочные мы давали. Но фонд обвалился, я хочу отметить, чтобы вы не считали, что по британской валюте все потеряно. То, что фонд провалился, потому что появились четкие сигналы того, что, к примеру, Банк Англии не будет повышать процентный ставок. Этих сигналов нет. Есть намеки, то, что возможно, возможно и нет. Но по-прежнему я ссылаюсь на то, что у Банка Англии сейчас созданы условия для того, чтобы ставки повысить. И даже если они не хотят и не находят достаточно условий на плане макроэкономической статистики, им нужно все-таки оставаться опроактивными и понимать, что один отчет, который указал на снижение инфляции, это далеко не тенденция. И экономику нужно подтолкнуть к тому, чтобы тенденция снижения инфляции, отхода от максимума, который более зафиксированный после Брэзита, эта тенденция появилась. А для того, чтобы помочь экономике, нужно все-таки держать британский фунт, курс британской валюты на высоких значениях, уж точно лучше отметки 1,4. Это можно делать как угодно, друзья. Это можно делать вербальными заявлениями о том, что политика будет жесткой. Это можно делать и фактическими решениями. Мы ждем с вами майское заседание, и я уверен, что ставки, друзья, будут повышены. И в качестве аргумента хочу привести вам к доказательствам вчерашних комментариев Карни, которые я отметил, что трейдерам, инвесторам, и тем, кто следят за тем, что происходит в Англии, нужно настраиваться на несколько повышений процентной ставки в течение ближайших полутора-двух лет. И первое решение, скорее всего, будет принято уже в мае. Почему же все-таки фунт ослаб? Фунт ослаб, потому что на рынке под конец дня появился фактор, который не мог привести к другой динамике, кроме как к локальному ослаблению. В частности, это новость молния, Европейский союз отверх план Терезы Мэй по границе с Северной Ирландией. Я надеюсь, вы помните, что это болезненный такой вопрос по Брэкзиту. Не договорились, но это еще не конечное решение, это негатив, который привел к ослаблению фунта. Но теперь нужно восстанавливаться, нужно снова возвращаться к тому, что если на текущем этапе не договорились, переговоры будут продолжены и, возможно, прогресс и позитив будет дальше. Поэтому, друзья, по фунту хотите, вы можете развернуться, можете потерять веру в то, что британская валюта окажется выше основы отметки 1,43. Но я вас в этом не поддерживаю. Я поддерживаю сейчас тех, кто ставит как раз на укрепление британца. И считаю, что фундамента в целом позиционного, за редким исключением, достаточно, чтобы сохранять веру в более бодрую британскую валюту. Евро против доллара снижается. Друзья, я не буду сейчас останавливаться на причинах. Я думаю, что всем они вам понятны. Если не хочется думать о том, что происходит в экономике еврозоны, что происходит в политике Европейского Центрального Банка, тогда ориентируйтесь на доллар. У нас Американец сейчас растет, евро, параллельно с этим, нет тоже возможности быть крепкой и оставаться крепкой валютой. Сохраняем селы и ждем евро-доллар в районе 1,20. Давно еще давал рекомендацию по поводу покупки евросвиссии. Это была долгосрочная идея. Я отмечу, что считал и ставил целью добраться до этого ориентира не раньше конца 2018 года. Но вот у нас даже первое полугодие еще не миновало, а мы уже цель сделали. 1,20 по евросвиссии. Поздравляю всех тех, кто присоединился к этой сделке. Мы на этом уровне, собственно, давно не были. По сути, даже со времен, когда швейцарский банк отменил привязку к евро 1,2. Сейчас снова на этой планке. Думаю, что для долгосрочных позиций около текущих значений можно уже ставить стоп-лоссы и ориентироваться на более высокие уровни. Но, с другой стороны, лучше, конечно же, поблагодарить рынок за такую хорошую сделку, просто зафиксировать результат и уже думать о новых инвестордеях, возможно, даже о других валютах активов. И еще один инструмент, на котором сегодня нужно остановиться, это канадца. Сейчас котировки у нас 1,2660. Друзья, я думаю, что закроем неделю, если все пойдет в соответствии с планом, как по маслу. Выше отметки 1,28. Сегодня у нас 15,30 данные по инфляции. И, судя по прогнозам, инфляция все-таки снизится. Если инфляция снизится, мы поймем, почему в эту среду руководство Банка Канады было пессимистично относительно темпов экономического роста. И поймем, что есть актуальные, точнее, проблемы, о которых было сказано касательно потребительской активности, они базируются не на пустом месте. Но я надеюсь, что для вас это не новость и вам не нужны никакие доказательства. Вы просто знаете, что все плохо с этим и нуждаетесь только лишь в топливе для рынка, чтобы для большего количества трейдеров это стало очевидно. Соответственно, чем для большего количества участников рынка это станет очевиднее, тем больше возможности у нас будет прокатиться на росте пары доллар-канадец. Ждем выше отметки 1,28. Я надеюсь, что рынок нас не подведет. И по важным событиям, в принципе, мы о них уже поговорили, это статистика по Канаде и закрытие недели отчетов Бэкки Хьюз по количеству терминалов. Друзья, хорошей вам недели, хорошего закрытия текущей очередной дистанции на 5 полноценных торговых дней. Если есть вопросы, вы всегда можете задавать в нашем канале на YouTube. Не стесняйтесь, делитесь вашими идеями. Даже если они полностью расходятся с тем же, что говорю я, это хорошо. Чем больше мнений, именно в разности этих позиций рождается истина. Я всегда это повторяю, правда, ссылаясь на людей, которые гораздо умнее, которые озвучивали эти вещи. Но, на мой взгляд, они очевидны. Нельзя придерживаться какой-то одной позиции. В любом случае, эта позиция будет только субъективной. И чем больше у нас этих субъективных мнений, тем с большей радостью мы с вами выйдем в какую-то объективную позицию. Увидимся мы с вами в понедельник следующий в 9.30 по московскому времени, как всегда, в прямом эфире через перескоп. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok